Приветствую вас, Екатерина. Смотрите, мне кажется, что вы сами ответ на свой вопрос уже знаете. То есть мне кажется, что вы знаете, что фотография не может передать полностью красоту человека в реальности, вы это знаете. У меня такое ощущение, что вы с кем-то спорите, и вы в этом споре пытаетесь человеку доказать, что фотография передать не может. А он, будучи талантливым фотографом, как вы говорите, ну как раз таки пытается вам доказать, что фотография человека передать способна. Красоту. Красоту человека. Так вот, мне кажется, что если вы действительно оказались участницей спора, то спор ваш заведомо деструктивен. И уложим, потому что красота, она разная. И на фотографии красота, она одна. Она, скажем так, экспозиционная, да? Эта экспозиция, это запечатление. Красота на фотографиях, на картинах, она величественная, она холодная, она безжизненная, она кукольная, наверное, да? Вот, но это красота. И красота человека в жизни, она живая, она изменчивая, она непостоянная, она субъективная, но это тоже красота. И вопрос заключается в том, кто какой красоте отдает предпочтению, понимаете? Кто-то предпочитает идеальную, но безжизненную, подредактированную, там, фотошопом, там, чем-то еще. Кто-то предпочитает, наоборот, реальную, жизненную, но уже менее совершенную. Понимаете? Единого ответа здесь на ваш вопрос нет. Так что мне, как психологу, практику, непосредственно представляется необходимым определить, почему вы стали участницей спора, почему вас спор этот зацепил настолько, что вы готовы заплатить на сайте деньги, ну, не знаю, большие или маленькие для вас, чтобы узнать ответ на этот вопрос. При этом я уверен, что вы прекрасно понимаете, что мнения у людей бывают как бы разные, что по большому счету ни один ответ вас не удовлетворит, потому что я читал другие ваши вопросы, которые вы задавали, они либо заданы вот с такой, я бы сказал, гноциологической целью, да, то есть не похоже, что это проблемы какие-то ваши собственные, это скорее похоже на то, что вы пытаетесь какие-то ответы на какие-то вопросы найти, вот, либо это вы производите впечатление человека достаточно, ну, такого уверенного в себе, знающего, что он хочет в твердой позиции, ну, по крайней мере, по вопросу, вот, и достаточно требовательного, вот. Так что ответ на ваш вопрос, возможно ли, что человек в жизни привлекательный процентов на 60, чем даже на профессиональные фотографии про талантливого фотографа? Значит, возможно ли, что человек в жизни привлекательный? Нет, нет, все очень разное и все индивидуально, понимаете, я знаю людей, которые на фотографиях выглядят более привлекательными, чем в живую, и наоборот, в живую выглядят более привлекательными, чем на фотографиях. Потому что на фотографиях люди получаются разными, кто-то на фотографиях получается в более выгодном свете, кто-то нет, кто-то со своей, со своим выражением лица, а кто-то нет. Понимаю, это очень субъективно, но в целом, если говорить глобально, то фотография, конечно, передает не то, чтобы она красивее человека делать, или не то, чтобы человек на фотографии красивее, я бы сказал, что фотография не передает всей полноты человеку, не передает всей глубины человеческой красоты. Вот это вот скорее так можно. И процентное соотношение здесь абсолютно, на мой взгляд, неуместно. Потому что красота неизмерима сама по себе. Вот так можно ответить вам на ваши вопросы, надеюсь, что помог, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok